Урок 1. Принятие перемен Джон, привет, Анна, ты заметила все изменения, происходящие на работе в последнее время. Анна, привет, Джон, да. Иногда это может быть довольно ошеломляющим. Джон согласен. Перемены могут быть сложными, но они также открывают новые возможности для роста. Анна, это правда. Я думаю, что мы должны постараться адаптироваться и принять эти изменения. Джон, конечно. Важно иметь позитивный настрой и быть открытым для изучения нового. Анна, я не могу не согласиться. Мы должны рассматривать перемены как шанс стать лучше. Джон, именно. Это помогает нам развивать новые навыки и поддерживает мотивацию. Анна, поначалу может быть сложно, но как только мы привыкнем, мы увидим преимущества. Джон, я верю, что перемены приносят инновации и прогресс. Анна, это определенно выталкивает нас из зоны комфорта и побуждает мыслить по-другому. Джон, и именно так мы растем как в личном, так и в профессиональном плане. Анна, да. Перемены подталкивают нас к исследованию новых возможностей и раскрытию своего истинного потенциала. Джон, итак, вместо того, чтобы беспокоиться, давайте примем изменения и выжмем из них максимум. Анна, конечно. Давайте посмотрим в лицо этим изменениям и превратим их в возможности. Джон, я рад, что ты чувствуешь то же самое. Давайте поддерживать друг друга на этом пути. Анна, конечно. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности, которые встают на нашем пути. Джон, это дух. Давайте примем перемены и будем процветать в нашей карьере. Анна, я к этому готова. Давайте максимально использовать каждую возможность, которая появляется на нашем пути. Я не могу не согласиться. Давайте выйдем и покажем им, на что мы способны. Анна, конечно. Давайте действовать на опережение и с энтузиазмом принимать изменения. Джон, я рад, что у нас состоялся этот разговор. Это дало мне новую перспективу. Анна, аналогично. Всегда здорово обсуждать такие вещи и учиться друг у друга. Джон, определенно. Давайте продолжать поддерживать друг друга и расти вместе. Урок 2. Встреча в парке. Джон, привет, Анна. Как насчет встречи в 10 утра у входа в парк? Анна, привет, Джон, конечно. Звучит как отличная идея. Увидимся там. Джон, отлично. Это прекрасное место, чтобы наверстать упущенное и насладиться свежим воздухом. Анна, согласна. Приятно провести нашу встречу в более непринужденной обстановке. Джон, конечно. Кроме того, мы можем прогуляться и в то же время подискутировать. Анна, это отличный способ работать в режиме многозадочности. Жду с нетерпением. Джон, я тоже. Это будет освежающее изменение по сравнению с нашим обычным конференциалом. Анна, конечно. Природа способна омолаживать наш разум и пробуждать творческий потенциал. Джон, это правда. Это может помочь нам мыслить яснее и придумывать новые идеи. Анна, я считаю, что пребывание на свежем воздухе повышает мою сосредоточенность и концентрацию. Джон, я чувствую то же самое. Удивительно, как природа может вдохновлять нас. Анна, это действительно так. Я всегда возвращаюсь из парка энергичным и мотивированным. Джон, я рад, что мы на одной волне. Важно находить вдохновение в том, что нас окружает. Анна, конечно. А встреча в парке добавляет нотку волнения в нашу беседу. Джон, конечно. Это нарушает монотонность и делает ее более приятной. Анна, кроме того, мы можем взять кофе или перекусить в ближайшем кафе, если захотим. Джон, это отличная идея. Мы можем побаловать себя, пока обсуждаем наши планы. Анна, это беспроигрышная ситуация. Мы наслаждаемся природой и проводим продуктивные встречи. Джон, я не могу не согласиться. Это идеальное сочетание. Анна, я с нетерпением жду нашей встречи. Похоже, это будет отличный опыт. Джон, аналогично. Я с удовольствием делюсь идеями и веду содержательную беседу. Анна, всегда приятно обмениваться с вами мыслями. Я уверен, что мы придумаем что-то потрясающее. Джон, я ценю ваш энтузиазм. Вместе мы можем достичь многого. Анна, конечно. Давайте выжмем максимум пользы из нашей встречи и создадим что-то экстраординарное. Джон, я рад, что мы на одной волне. Не могу дождаться нашей встречи в парке. Урок 3. Увлечения. Джон, привет. Анна, не очень. Просто предавался своим увлечениям. А ты... Анна, привет, Джон. Звучит интересно. Я также изучаю новые хобби. Джон, это здорово слышать. Хобби – прекрасный способ расслабиться и отдохнуть. Анна, конечно. Важно уделять время себе и делать то, что нам нравится. Джон, я не могу не согласиться. Итак, какие хобби вы изучаете в последнее время? Анна, ну, я начала рисовать. Это отличный способ выразить свои творческие способности. Джон, это фантастика. Живопись может быть терапевтической и отличной отдушиной для эмоций. Анна, да, это действительно помогает мне расслабиться и очистить разум. А ты? Джон, я учился играть на гитаре. Это то, чем я всегда хотел заниматься. Анна, это круто. Игра на музыкальном инструменте может приносить огромное удовлетворение. Джон, это действительно так. Я нахожу это успокаивающим и отличным способом бросить вызов самому себе. Анна, в этом и прелесть хобби. Они позволяют нам осваивать новые навыки и расти. Джон, конечно. Хобби дают чувство выполненного долга и личностного развития. Анна, они также дают нам отдохнуть от повседневной рутины и приносят радость в нашу жизнь. Джон, ты прав. Они добавляют азарта и помогают нам поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью. Анна, важно найти занятия, которые нам нравятся, и найти на них время. Джон, я не могу не согласиться. Хобби подпитывают наши творческие способности и мотивируют нас. Анна, они также связывают нас с единомышленниками и создают чувство общности. Джон, это правда. Удивительно, как хобби могут объединять людей. Анна, конечно. Совместное увлечение с другими позволяет нам учиться и расти вместе. Джон, это прекрасный способ расширить свой кругозор и обрести новые перспективы. Анна, я рада, что мы оба понимаем ценность хобби. Джон, я тоже. Важно расставлять приоритеты в своих увлечениях и находить время для заботы о себе. Анна, конечно. Давайте продолжим предаваться своим увлечениям и находить радость в простых радостях жизни. Джон, я полностью согласен. Здесь мы занимаемся своими хобби и находим удовлетворение в свободное время. Урок 4. Разделение счета Джон, привет, Анна. Давай обсудим разделение счета за нашу прогулку. Хорошая идея. Анна, привет, Джон. Безусловно, всегда полезно заранее обсудить финансовые вопросы. Джон, согласен. Это помогает нам избежать недоразумений или неловких ситуаций в будущем. Анна, конечно. Итак, вы думали о том, как мы должны разделить счет? Джон, я еще не решил. Я думаю, что было бы справедливо разделить его поровну, но я открыт для предложений. Анна, справедливо. Я думаю, что разделить его поровну – это простой и понятный подход. Джон, это правда. Это гарантирует, что каждый платит свою справедливую долю и не возникает путаницы. Анна, я рада, что мы на одной волне. Разделение его поровну является наиболее распространенным и справедливым методом. Джон, согласен. Однако, прежде чем мы примем окончательное решение, я думаю, что было бы неплохо провести дополнительные исследования. Анна, звучит разумно. Какие исследования вы имеете в виду? Джон, я хочу проверить цены на товары, которые мы планируем заказать, и посмотреть, есть ли какие-либо скидки или предложения. Анна, это умный подход. Это даст нам лучшие понимания потенциальных затрат. Джон, именно. Я хочу убедиться, что мы принимаем обоснованное решение. Анна, я ценю вашу тщательность. Всегда полезно быть хорошо подготовленным. Джон, спасибо. Я верю в то, что нужно действовать на опережение и брать на себя ответственность. Анна, это отличный настрой. Это показывает вашу приверженность и внимание. Джон, я стремлюсь быть справедливым и внимательным во всех аспектах жизни, включая финансовые вопросы. Анна, я восхищаюсь этим в тебе. Важно подходить к этим вещам честно. Джон, спасибо. Я считаю, что очень важно поддерживать прозрачность и открытое общение. Анна, я не могу не согласиться. Это помогает построить доверие и укрепить нашу дружбу. Джон, конечно. Поэтому, как только я соберу всю необходимую информацию, мы сможем обсудить окончательную договоренность. Анна, похоже на план. Я уверен, что мы найдем лучшие решения для разделения счета. Джон, я ценю ваше понимание. Давайте позаботимся о том, чтобы принять взвешенное решение. Анна, конечно. Все дело в том, чтобы быть справедливыми и внимательными друг к другу. Джон, я рад, что мы на одной волне. Вместе мы можем найти лучший способ разделить счет. Анна, конечно. Я верю, что мы придем к справедливому и взаимному согласию. Джон, спасибо. Ваше сотрудничество и понимание очень много значат для меня. Анна, аналогично. Давайте работать вместе, чтобы обеспечить гладкое и справедливое финансовое соглашение. Джон, согласен. Я проведу еще несколько исследований, и мы сможем обсудить это в ближайшее время. Урок 5. Удобство покупок в интернете. Джон, привет, Анна. Ты пробовала делать покупки в интернете. Определенно, у них большое разнообразие продуктов, поэтому это очень удобно. Анна, привет, Джон. Да, я люблю онлайн-шоппинг. Он предлагает так много удобства и выбора. Джон, это здорово слышать. Мне любопытно, что вы считаете наиболее удобным в онлайн-покупках. Анна, одно из самых больших преимуществ – это возможность делать покупки, не выходя из дома. Джон, я понимаю, как это было бы удобно. Не нужно ехать или стоять в длинных очередях. Анна, совершенно верно. Кроме того, интернет-магазины открыты 24-7, поэтому я могу делать покупки в любое удобное для меня время. Джон, это существенное преимущество. Традиционные магазины имеют ограниченное время работы. Анна, еще один аспект, который я нахожу удобным – это большое разнообразие продуктов, доступных в интернете. Джон, согласен. Онлайн-платформы предлагают широкий ассортимент товаров на выбор. Анна, удивительно, как я могу легко находить вещи разных брендов и сравнивать цены. Джон, сравнение цен – это действительно большое преимущество. Это помогает нам принимать более обоснованные решения. Анна, конечно. Я могу читать отзывы и собирать информацию перед покупкой. Анна, конечно. Анна, да, невероятно удобно, когда вещи доставляются прямо к вашему порогу. Джон, это экономит время и усилия, особенно при работе с громоздкими или тяжелыми предметами. Анна, конечно. Кроме того, многие интернет-магазины предлагают быстрые и надежные варианты доставки. Джон, это бонус. Быстрая и надежная доставка улучшает общее впечатление от покупок. Анна, конечно. А в случае возникновения проблем большинство интернет-магазинов имеют простую политику возврата. Джон, это обнадеживает. Очень важно, чтобы процесс возврата был беспроблемным, если это необходимо. Анна, конечно. Интернет-магазины обеспечивают удобство и душевное спокойствие. Джон, я понимаю, почему онлайн-шоппинг стал таким популярным и удобным для многих. Анна, конечно. Он произвел революцию в том, как мы совершаем покупки, и предлагает беспрецедентное удобство. Джон, я рад, что мы согласны. Онлайн-шоппинг меняет правила игры в розничной торговле. Анна, это действительно так. Продолжим изучение удобства и преимуществ онлайн-покупок. Джон, я только за. Вот что нужно для того, чтобы воспользоваться удобством цифрового рынка. Урок 6. Планы ремонта дома. Джон, привет, Анна. Я подумывал о том, чтобы отремонтировать свой дом. По правде говоря, я уже давно об этом думаю. Анна, привет, Джон. Звучит захватывающе. Ремонт вашего дома может вдохнуть в него новую жизнь. Джон, согласен. Пришло время придать ему свежий вид и сделать более функциональным. Анна, хорошая идея. Как только вы закончите ремонт, ваш дом будет чувствовать себя, как совершенно новое пространство. Джон, конечно. Я хочу создать уютную и гостеприимную атмосферу для своей семьи и друзей. Анна, я уверена, что они оценят те усилия, которые вы вкладываете в то, чтобы сделать свой дом комфортным. Я собирал идеи и вдохновение для ремонта. Анна, это отличный первый шаг. Исследования и планирования помогут вам достичь желаемого результата. Джон, определенно. Я хочу убедиться, что у меня есть четкое видение, прежде чем я начну процесс ремонта. Анна, очень важно иметь четкое видение. Он будет сопровождать вас на протяжении всего проекта. Джон, я просматриваю веб-сайты и журналы по домашнему дизайну в поисках вдохновения. Анна, это умный ход. Это даст вам представление о разных стилях и направлениях. Джон, я также консультировался с дизайнером интерьера, чтобы получить профессиональный совет. Анна, это мудрое решение. Дизайнер интерьера может помочь вам воплотить ваше видение в жизнь. Джон, я верю, что их опыт будет неоценим в создании функционального и эстетически приятного пространства. Анна, конечно. Они могут предложить ценную информацию и практические решения. Джон, как только я определюсь со своими планами, я начну искать надежных подрядчиков для ремонта. Анна, очень важно найти надежных подрядчиков. Вы хотите работать с профессионалами, которые выполнят качественную работу. Джон, именно. Я обязательно проведу тщательное исследование и попрошу рекомендаций. Анна, это хороший подход. Чтение отзывов и проверка их предыдущих проектов подарит вам душевное спокойствие. Джон, я хочу, чтобы процесс ремонта прошел гладко и не выходил за рамки моего бюджета. Анна, бюджетирование – это важно. Это помогает расставлять приоритеты и принимать обоснованные решения. Джон, я выделил бюджет на ремонт и буду его придерживаться. Анна, это ответственное планирование. Это поможет вам избежать финансовых трудностей. Джон, мне не терпится увидеть, как будет развиваться ремонт и какие изменения он принесет. Анна, я уверена, что это будет полезный опыт. Ваш дом будет отражать ваш личный стиль и предпочтения. Джон, спасибо. Я ценю вашу поддержку и ободрение. Урок 7. Дилемма планирования путешествия. Джон, привет, Анна. Я планирую поездку за границу, но я не уверен, стоит ли мне бронировать авиабилеты и жилье до получения визы. Анна, привет, Джон. Это общая проблема. Лучше всего собрать некоторую информацию, прежде чем принимать какие-либо решения. Джон, ты прав. Я не хочу бронировать все, а потом столкнуться с трудностями с процессом получения визы. Анна, это обоснованное опасение. Ознакомьтесь с визовыми требованиями для страны, которую вы планируете посетить. Джон, я так и сделаю. Важно знать, есть ли какие-либо конкретные документы или процессы. Анна, конечно. Некоторые страны требуют, чтобы у вас было подтвержденное бронирование авиабилетов и жилья для подачи заявления на визу. Джон, это полезно знать. Я проверю, есть ли аналогичные требования в стране, которую я посещаю. Анна, если страна требует подтвержденного бронирования, возможно, вам придется бронировать билеты и проживание заранее. Джон, в этом есть смысл. Я не хочу затягивать процесс получения визы или рисковать не получить ее вовремя. Анна, с другой стороны, если процесс получения визы займет больше времени, чем ожидалось, вы можете столкнуться с штрафами за отмену бронирования. Джон, это правда. Это дилемма. Я не хочу терять деньги, если мое заявление на визу задерживается или отклоняется. Анна, одним из вариантов является бронирование возвратных или гибких вариантов перелета и проживания. Джон, это хорошее предложение. Это дало бы мне больше гибкости и душевного спокойствия. Анна, имейте в виду, что варианты возврата могут быть дороже. Поэтому учитывайте и свой бюджет. Джон, бюджет, безусловно, является важным фактором. Я взвесю затраты и преимущества возвратных и невозвратных бронирований. Анна, еще один вариант – бронировать ближе к дате поездки, как только у вас на руках будет виза. Джон, это более безопасный подход, но всегда есть риск того, что рейсы и жилье будут заполнены или цены вырастут. Анна, это компромисс. Вы должны решить, что для вас важнее всего – обеспечение бронирования или ожидания визы. Джон, я проведу небольшое исследование и посмотрю, есть ли какие-либо туристические агентства или веб-сайты, которые предлагают варианты бронирования без визы. Анна, хорошая идея. У них могут быть идеи или специальные пакеты для путешественников, занимающихся подачей заявлений на получение визы. Джон, приятно осознавать, что есть варианты, которые стоит рассмотреть. Я изучу их, прежде чем принять решение. Анна, не торопитесь и соберите всю необходимую информацию. Лучше быть хорошо информированным, прежде чем делать какие-либо бронирования. Джон, спасибо. Я ценю ваши советы и поддержку в этой дилемме планирования поездки. Джон, привет, Анна. Я хочу создать что-то уникальное, но не слишком причудливое. У меня есть несколько вариантов. Позвольте показать. Анна, привет, Джон. Мне не терпится увидеть ваши дизайнерские идеи. Простой, но уникальный может произвести неизгладимое впечатление. Джон, я считаю, что простота часто может быть более увлекательной. Вот первая концепция, которая пришла мне в голову. Анна, вау, мне нравятся чистые линии и минималистичный подход. Он элегантен в своей простоте. Джон, спасибо. Я хотел создать дизайн, который был бы визуально привлекательным, но не подавляющим. Анна, вам это точно удалось. Иногда, когда речь идет о дизайне, лучше меньше. Да лучше. Джон, это именно то, к чему я стремился. Теперь позвольте мне показать вам второй вариант, который я рассматривал. Анна, это не менее красивое. Мне нравится, как вы включили природные элементы в дизайн. Джон, природа обладает способностью приносить спокойствие и чувство гармонии. Я хотел уловить эту суть. Анна, вы проделали фантастическую работу. Дизайн кажется сбалансированным и приносит ощущение безмятежности. Джон, я рад, что ты так думаешь. Теперь, что касается третьего варианта, я хотел изучить более нетрадиционный подход. Анна, я заинтригована. Всегда интересно видеть уникальные и нестандартные дизайнерские идеи. Джон, вот оно. Я включил яркие цвета и геометрические узоры, чтобы создать динамичный визуальный эффект. Анна, этот дизайн смелый и энергичный. Он определенно заявит о себе в любом пространстве. Джон, я хотел раздвинуть границы и создать дизайн, который вызывает чувство волнения и игривости. Анна, конечно, вам это удалось. Приятно видеть дизайн, который отходит от традиционного. Джон, спасибо. Я ценю ваши отзывы и идеи. Всегда полезно взглянуть на ситуацию свежим взглядом. Анна, пожалуйста. Дизайн – это исследование и поиск идеального баланса. Джон, конечно. При проектировании важно учитывать назначение и желаемую атмосферу пространства. Анна, это правда. Будь то дом, офис или общественное пространство, дизайн должен отражать его предполагаемое использование. Джон, я не могу не согласиться. Проектирование с намерением и целью обеспечивает целостный и гармоничный результат. Анна, меня очень вдохновляли ваши дизайнерские концепции. Я уверен, что вы создадите что-то замечательное. Джон, спасибо. Ваша поддержка очень много значит для меня. Я продолжу дорабатывать свои идеи и воплощать их в жизнь. Урок 9. Меры предосторожности при аренде автомобиля. Джон, привет, Анна. Когда вы арендуете машину, я думаю, что важно тщательно осмотреть ее перед тем, как уехать. Анна, привет, Джон. Безусловно, очень важно убедиться, что автомобиль находится в хорошем состоянии. Безопасность всегда должна быть на первом месте. Согласен. Лучше действовать на опережение и выявлять любые повреждения или проблемы до того, как отправиться в путь. Анна, не торопитесь. Внимательно осмотрите экстерьер автомобиля. Обратите внимание на царапины, вмятины или любые признаки повреждений. Джон, это хорошее замечание. Важно задокументировать все существующие повреждения, чтобы избежать ответственности в будущем. Анна, кроме того, проверьте шины, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии и правильно накачаны для безопасной и плавной езды. Джон, определенно. Надлежащее техническое обслуживание шин имеет решающие значения для оптимальной производительности и топливной экономичности. Анна, не забудьте осмотреть и интерьер. Проверьте, все ли лампы, индикаторы и элементы управления работают правильно. Джон, хорошая идея. Важно иметь четкий обзор дороги и возможность эффективно общаться с другими водителями. Анна, найдите минутку, чтобы отрегулировать зеркало и сидение так, чтобы вам было удобно. Это необходимо для комфортного и безопасного вождения. Джон, конечно. Правильное положение сидения и регулировка зеркал способствуют хорошей видимости и уменьшают слепые зоны. Анна, если вы заметили какие-либо повреждения или проблемы во время осмотра, немедленно сообщите об этом в прокатную кампанию. Джон, это очень важно. Уведомление прокатной кампании защищает вас от ответственности за ранее существовавший ущерб. Анна, и обязательно задокументируйте повреждения фотографиями или видео в качестве доказательства, просто на всякий случай. Джон, хорошие замечания. Визуальные доказательства могут быть полезны, если впоследствии возникнут какие-либо споры относительно состояния автомобиля. Анна, наконец, прежде чем что-либо подписывать, ознакомьтесь с договором аренды и политикой кампании. Джон, чтение мелкого шрифта очень важно, чтобы понимать свои обязанности и избегать любых неожиданных расходов. Анна, совершенно верно. Всегда лучше быть хорошо информированным и подготовленным. Джон, спасибо. Ваши советы были полезны. Я обязательно буду следовать им при аренде автомобиля. Урок 10. Изучение хобби. Джон, привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала рисовать? Я считаю, что это отличный способ расслабиться и отдохнуть. Анна, привет, Джон. Да, я и раньше баловался живописью. Я не могу не согласиться. Это фантастический способ снять стресс. Джон, удивительно, как живопись позволяет нам выражать себя и раскрывать свой творческий потенциал. Анна, конечно. Будь то кисти или другие художественные инструменты, возможности безграничны. Джон, я считаю, что рисование также помогает мне сосредоточиться и присутствовать в моменте. Это похоже на форму медитации. Анна, это правда. Когда мы вовлечены в творческий процесс, мы, как правило, забываем о своих заботах и просто наслаждаемся моментом. Джон, и самое приятное то, что вам не нужно быть экспертом, чтобы получать удовольствие от рисования. Все дело в самовыражении. Анна, совершенно верно. Не существует правильных или неправильных способов создания искусства. Речь идет об исследовании и поиске собственного стиля. Джон, пробовали ли вы другие хобби, которые помогают вам расслабиться и отдохнуть? Анна, да, я люблю садоводство. Находясь в окружении природы и ухаживая за растениями, я чувствую умиротворение. Джон, звучит замечательно. Садоводство не только терапевтическое, но и позволяет нам соединиться с миром природы. Анна, это правда. Очень интересно наблюдать, как растения растут и процветают под нашей опекой. Джон, помимо рисования и садоводства, у тебя были какие-нибудь другие увлечения? Анна, я люблю читать. Это отличный способ сбежать в разные миры и расширить свои знания. Джон, чтение – это действительно фантастическое хобби. Это расширяет наш кругозор и стимулирует наше воображение. Анна, конечно. Это похоже на приключение, не выходя из дома. Джон, я не могу не согласиться. Хобби не только обеспечивают расслабление, но и способствуют личностному росту. Анна, это правда. Они позволяют нам исследовать свои интересы и открывать для себя что-то новое. Джон, в нашем плотном графике важно находить время для хобби. Они привносят баланс в нашу жизнь. Анна, конечно. Хобби – это способ зарядиться энергией и омолодиться, что в конечном итоге приносит пользу нашему общему благополучию. Джон, спасибо, что поделились своими мыслями. Приятно слышать о своих увлечениях и радости, которую они приносят. Урок 11. Маршрут путешествия. Джон, привет, Анна. Я в восторге от нашей предстоящей поездки. Приступим к планированию нашего маршрута. Анна, привет, Джон. Безусловно, планирование является ключом к тому, чтобы получить максимум удовольствия от путешествия. С чего начать? Джон, во-первых, давайте определимся с местами, которые мы хотим посетить. Есть ли у вас какие-то конкретные места? Анна, я всегда хотела исследовать исторические места. Как насчет того, чтобы начать с посещения знаменитого замка? Джон, звучит завораживающе. Давайте добавим в наш маршрут экскурсию по замку. А как насчет других достопримечательностей или мероприятий? Анна, как насчет живописного похода в горы? Это был бы отличный способ соединиться с природой и насладиться захватывающими дух видами. Джон, отличная идея. Давайте включим пешие приключения среди гор. Есть еще какие-то предложения? Анна, я слышала о динамичном местном рынке. Это была бы замечательная возможность погрузиться в культуру и попробовать местные деликатесы. Джон, это фантастическое предложение. Изучение местных рынков – отличный способ познакомиться с подлинными вкусами и традициями этого места. Анна, мы также должны выделить время для отдыха. Как насчет того, чтобы провести день на пляже? Джон, звучит идеально. Пляжный день даст нам возможность расслабиться, понежиться на солнце и насладиться океанским призом. Анна, конечно. После всех исследований день отдыха восстановит нас на всю оставшуюся часть поездки. Джон, давайте не будем забывать о местной кухне. Мы должны включить в наш маршрут несколько популярных ресторанов или продуктовых киосков. Анна, согласна. Дегустация местных блюд является неотъемлемой частью знакомства с новой культурой. Это праздник как для вкусовых рецепторов, так и для души. Джон, мы также должны оставить некоторую гибкость в нашем маршруте на случай спонтанных приключений или неожиданных открытий. Анна, конечно. Оставляя место для незапланированных приключений, мы погружаемся в спонтанность путешествий. Джон, я не могу не согласиться. Гибкость – это ключ к тому, чтобы наслаждаться каждым моментом и максимально использовать нашу поездку. Анна, спасибо за сотрудничество в этом маршруте. Я с нетерпением жду нашего путешествия. Джон, пожалуйста. Было очень приятно планировать с вами. Давайте создадим незабываемые воспоминания о нашем путешествии. Урок 12. Волнение от дорожного путешествия. Джон, привет, Анна. Я так рад отправиться в путешествие. Анна, привет, Джон. И я тоже. Куда бы вы хотели поехать? Есть ли какие-то конкретные направления? Джон, я всегда хотел исследовать сельскую местность. Как насчет того, чтобы проехать по живописным маршрутам и посетить небольшие города? Анна, звучит потрясающе. Мне нравится идея открывать для себя скрытые жемчужины и испытывать очарование причудливых городов. Джон, отлично. Давайте составим список городов, которые мы хотим посетить. Есть ли у вас фавориты? Анна, я слышала о живописном городке, известном своей красивой архитектурой и дружелюбными местными жителями. Это определенно в моем списке. Джон, звучит как место, которое обязательно нужно посетить. Добавлю его в наш маршрут. Есть ли еще города, которые вы хотели бы посетить? Анна, а как насчет прибрежного городка? Меня всегда привлекал океан и успокаивающие вибрации, которые он приносит. Джон, это отличная идея. Прибрежный городок даст нам возможность насладиться пляжем и побаловать себя свежими морепродуктами. Анна, я уже представляю себе живописные поездки вдоль побережья с ветром в волосах и океаном на заднем плане. Джон, звучит как идеальное приключение в дороге. Давайте позаботимся о том, чтобы у нас было достаточно времени, чтобы впитать прибрежную красоту. Анна, конечно. Автомобильные путешествия – это удовольствие от путешествия и осмотр достопримечательностей по пути. Джон, говоря о достопримечательностях, я слышал о национальном парке, который славится своими захватывающими дух пейзажами и пешеходными тропами. Анна, это звучит как обязательная остановка. Чудеса природы никогда не перестают приводить нас в трепет и предоставляют отличные возможности для пеших прогулок. Джон, согласен. Прогулка по парку станет незабываемым опытом в окружении красоты на свежем воздухе. Анна, мы также должны запланировать некоторые развлечения во время нашего путешествия, такие как посещение местных рынков или приключенческие виды спорта. Джон, мне нравится эта идея. Участие в местных мероприятиях позволит нам почувствовать вкус культуры региона и создать незабываемые моменты. Анна, конечно. Именно эти уникальные впечатления делают автомобильные путешествия такими особенными и обогащающими. Джон, я не могу не согласиться. Автомобильные путешествия позволяют нам освободиться от рутины и отправиться в захватывающее путешествие, полное открытий. Анна, спасибо, что разделили мое волнение. Я не могу дождаться, когда отправлюсь в путь и создам воспоминания вместе. Джон, пожалуйста. Это будет невероятное путешествие. Давайте наслаждаться каждым моментом и делать его незабываемым приключением. Урок 13. Запрос отеля. Джон, привет, Анна. Мне действительно нужны дополнительные полотенца в моей комнате. Можете ли вы это организовать? Анна, привет, Джон. Конечно, я позабочусь об этом. Сколько полотенец вам нужно? Джон, трех дополнительных полотенец должно быть достаточно. Спасибо, что помогли мне. Анна, пожалуйста. Я позабочусь о том, чтобы горничная быстро доставила полотенца в ваш номер. Джон, я ценю вашу помощь. Есть ли что-то еще, что я должен знать или запросить? Анна, если вам нужны какие-либо другие удобства или у вас есть какие-либо особые пожелания, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить мне об этом. Джон, это полезно знать. Я буду иметь это в виду. Спасибо за внимание. Анна, с удовольствием. Обеспечение вашего комфорта во время вашего пребывания является моим главным приоритетом. Джон, я рад это слышать. Ваша преданность отличному обслуживанию заслуживает похвалы. Анна, спасибо за добрые слова. Всегда приятно осознавать, что наши гости довольны. Джон, я не сомневаюсь, что мое пребывание здесь будет приятным. Ваше гостеприимство было исключительным. Анна, я очень рада это слышать. Наша цель – сделать так, чтобы каждый гость чувствовал себя желанным гостем и чувствовал, что о нем заботится. Вы, безусловно, преуспели в этом. Я благодарен за вашу помощь. Анна, я с удовольствием вам помогла. Если вам нужно что-то еще, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать. Джон, спасибо. Я обязательно свяжусь со мной, если мне понадобится дополнительная помощь во время моего пребывания. Урок 14. Приоритеты в здравоохранении Джон, привет, Анна. Здравоохранение имеет решающее значение. Будем надеяться, что они ставят во главу угла благополучия граждан. Анна, привет, Джон. Безусловно, каждый человек заслуживает доступа к качественному медицинскому обслуживанию. Это фундаментальное право. Джон, я не могу не согласиться. Очень важно иметь систему, которая обеспечивает благополучие всех людей. Анна, конечно. Важно сосредоточиться на профилактике и раннем выявлении для укрепления общего состояния здоровья. Джон, это правда. Инвестиции в инициативы в области общественного здравоохранения могут привести к оздоровлению населения и снижению расходов на здравоохранение. Анна, конечно. Уделяя особое внимание профилактическим мерам, мы можем решать проблемы со здоровьем до того, как они станут серьезными. Джон, также жизненно важно, чтобы медицинские услуги были недорогими и доступными для всех. Анна, согласна. Никто не должен выбирать между своим здоровьем и финансовой стабильностью. Джон, именно. Надежная система здравоохранения должна уделять первостепенное внимание ценовой доступности и обеспечивать равные возможности для всех. Анна, кроме того, психическому здоровью следует придавать не меньшие значения и интегрировать его в медицинские услуги. Джон, ты прав. Психическое благополучие также важно, как и физическое. Важно расставить приоритеты и в том, и в другом. Анна, услуги по охране психического здоровья должны быть легко доступны и дестигматизированы, чтобы поощрять обращение за помощью, когда это необходимо. Джон, согласен. Разрушение барьеров и повышение осведомленности о психическом здоровье имеют решающее значение для более здорового общества. Анна, также важно уделять первоочередное внимание исследованиям и инновациям, чтобы быть в курсе достижений медицины. Джон, конечно. Достижения в области медицинских технологий и методов лечения могут улучшить результаты лечения и спасти жизни. Анна, непрерывное образование и повышение квалификации медицинских работников также должны быть приоритетом. Джон, да, очень важно, чтобы медицинские работники были в курсе последних достижений и навыков. Анна, уделяя первоочередное внимание всем этим аспектам, мы можем построить сильную систему здравоохранения, которая принесет пользу всем. Джон, будем надеяться, что политики и поставщики медицинских услуг будут работать вместе, чтобы поставить во главу угла благополучия граждан. Анна, конечно. Мы все играем свою роль в пропаганде системы здравоохранения, отвечающей потребностям людей. Джон, вместе мы можем создать более здоровое и устойчивое общество. Благополучие граждан всегда должно быть на первом месте. Урок 15. Чтение и упражнения на свежем воздухе. Джон, привет, Анна. Я люблю читать книги или заниматься спортом на свежем воздухе. Пришло время найти баланс между ними. Анна, привет, Джон. Принимаю. Участие в обоих видах деятельности может принести различную пользу и улучшить наши общие самочувствия. Джон, чтение книг позволяет нам расширить наши знания и воображения, в то время как упражнения на свежем воздухе поддерживают нашу физическую активность. Анна, конечно. Важно тренировать свой разум и тело для здорового и полноценного образа жизни. Джон, чтение может перенести нас в другие миры и помочь нам обрести новые перспективы. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по книгам? Анна, конечно. Вы когда-нибудь читали «Алхимика» Паула Каэльи? Это красивая и вдохновляющая история. Джон, нет, я еще не читал. Я добавлю его в свой список для чтения. Есть еще какие-то рекомендации? Анна, если вы любите тайны и саспенс, то «Исчезнувшая» Джиллиан Флинн – захватывающее и захватывающее чтение. Джон, звучит интригующе. Обязательно проверю. Спасибо за рекомендации. Анна, пожалуйста. Надеюсь, они вам понравятся. Теперь поговорим об упражнениях на свежем воздухе. Какие мероприятия вам нравятся? Джон, мне нравится бегать трусцой в парке и кататься на велосипеде. Они позволяют мне соединиться с природой, оставаясь при этом активным. Анна, звучит замечательно. Активный отдых на свежем воздухе обеспечивает свежий воздух и смену обстановки, омолаживая как тело, так и разум. Джон, конечно. Природа умеет освежать и заряжать нас энергией. Есть ли у вас любимые упражнения на свежем воздухе? Анна, я люблю ходить в походы. Изучение троп и погружение в красоту природы действительно бодрит. Джон, пешие прогулки – это фантастический выбор. Он сочетает в себе физическую активность с радостью открытия новых пейзажей. Анна, это действительно так. Кроме того, это отличная возможность провести время с друзьями и насладиться обществом друг друга. Джон, согласен. Общение во время активного отдыха на природе добавляет замечательный элемент к опыту. Анна, конечно. Все дело в том, чтобы найти занятия, которые приносят нам радость и способствуют нашему общему благополучию. Джон, это ключевой момент. Баланс между чтением и упражнениями на свежем воздухе позволяет нам развивать как наш разум, так и тело. Анна, обретение этой гармонии приносит чувство удовлетворения и обогащает нашу жизнь во многих отношениях. Джон, я не могу не согласиться. Давайте найдем время для обоих видов деятельности и воспользуемся преимуществами, которые они приносят. Урок 16. Флористический дизайн. Джон, привет, Анна. Что-то связанное с природой, например, цветы. У нас есть цветочное оформление, которое идеально подойдет для нашего мероприятия. Анна, привет, Джон. Звучит прекрасно. Цветы добавляют красоты и элегантности любому случаю. Какой цветочный дизайн вы себе представляете? Джон, я думал о том, чтобы включить различные красочные цветы, такие как розы, лилии и тюльпаны, чтобы создать яркую экспозицию. Анна, звучит потрясающе. Смешивание разных видов цветов добавляет композиции глубины и визуального интереса. Джон, конечно. Мне также нравится идея добавить немного зелени, чтобы добавить текстуру и создать ощущение естественности. Анна, включение листвы, такой как эвкалипт или папоротник, прекрасно дополнит цветы и придаст им пышный вид. Джон, согласен. Это обеспечит приятный контраст и сделает цветы цветов еще более яркими. Анна, рассматривали ли вы какую-то конкретную цветовую палитру для флористического оформления? Джон, я думал о сочетании мягких постельных оттенков, таких как розовый, лавандовый и нежно-голубой. Анна, звучит невероятно элегантно и романтично. Это создало бы сказочную атмосферу для мероприятия. Джон, именно. Я хочу, чтобы цветочный дизайн вызывал ощущение очарования и красоты. Анна, чтобы усилить атмосферу, мы также можем добавить ароматные цветы, такие как жасмин или лаванда. Джон, это отличная идея. Аромат цветов создаст восхитительные и захватывающие впечатления для гостей. Анна, конечно. Именно маленькие детали имеют большое значение для создания запоминающегося события. Джон, я не могу не согласиться. Природа умеет очаровывать нас, и включение цветов привносит это очарование в помещение. Анна, цветы способны украсить любое пространство и привнести в нашу жизнь нотку природной красоты. Джон, конечно. Их нежные лепестки и яркие цвета могут поднять настроение и создать ощущение радости. Анна, красота природы поистине удивительна, и цветочные композиции позволяют нам отмечать и ценить ее по-своему. Джон, в этом и заключается прелесть цветочного дизайна. Это позволяет нам привнести частичку великолепия природы в наши мероприятия и праздники. Анна, артистизм природы поистине внушает благоговейный трепет, а цветочные композиции являются свидетельством ее красоты и креативности. Джон, я с нетерпением жду, когда окончательный цветочный дизайн воплотится в жизнь. Это станет потрясающим дополнением к нашему мероприятию. Анна, конечно. Это будет визуальное наслаждение для глаз и праздник изысканных творений природы. Джон, я очень доволен нашим выбором. Цветочное оформление сделает наше мероприятие еще более запоминающимся и фееричным. Урок 17. Планирование путешествия. Джон, привет, Анна, отлично. Давайте начнем искать жилье и спланируем наш маршрут. Анна, привет, Джон. Мне не терпится спланировать нашу поездку. Куда мы думаем идти? Джон, я думал о том, чтобы исследовать прибрежное место. Как насчет пляжного городка с красивыми пейзажами? Анна, звучит замечательно. Мы можем расслабиться на берегу океана и насладиться успокаивающими звуками волн. Джон, конечно. Начнем с поиска жилья. Вы предпочитаете отель или жилье для отдыха? Анна, я думаю, что аренда жилья на время отпуска была бы неплохой. Это дало бы нам больше пространства и домашнюю атмосферу во время нашего пребывания. Согласен. Было бы здорово иметь кухню и гостиную, где мы могли бы расслабиться после дня прогулок. Анна, конечно. Теперь давайте поищем жилье для отпуска рядом с пляжем. Мы можем найти тот, из которого открывается потрясающий вид. Джон, это фантастическая идея. Аренда на берегу моря позволила бы нам просыпаться под шум океана каждое утро. Анна, это было бы идеальным началом нашего дня. Теперь перейдем к планированию нашего маршрута. Есть ли какие-то конкретные мероприятия, которые вы хотели бы включить? Джон, я бы с удовольствием поплавал с маской и трубкой и исследовал подводный мир. Это отличный способ оценить морскую жизнь. Анна, снорклинг – это потрясающе. Мы также можем совершать длительные прогулки по пляжу и нежиться на солнце. Джон, конечно. И мы не должны упустить возможность попробовать местную кухню. Знакомство с гастрономической сценой всегда является изюминкой любой поездки. Анна, я не могу не согласиться. Пробовать новые блюда и вкусы – прекрасный способ погрузиться в местную культуру. Джон, мы также должны поискать какие-либо близлежащие пешеходные тропы или природные заповедники. Исследовать природную красоту этого района было бы невероятно. Анна, это отличное предложение. Единение с природой и захватывающие дух виды сделают нашу поездку еще более запоминающейся. Джон, и, конечно же, мы должны оставить немного времени для отдыха и просто наслаждения пляжем и его окрестностями. Анна, конечно. Во время отпуска важно иметь моменты спокойствия и омоложения. Джон, я с нетерпением жду этой поездки. Это будет идеальное сочетание приключений, отдыха и исследований. Анна, я не могу не согласиться. Путешествия позволяют нам создавать прекрасные воспоминания и расширять свой кругозор. Джон, конечно. Давайте приступим к поиску жилья и составлению нашего маршрута. Эта поездка будет незабываемой.